Физкультурно-спортивный центр Кубинка, благодаря военно-патриотической составляющей своей работы, известен далеко за пределами поселения. Уже не первый год здесь реализуется исторический блок Великой Отечественной «Никто не забыт, ничто не забыто». Его очередной раздел посвящен освобождению братских народов Европы. По времени он совпадает с празднованием 71-й годовщины Великой Победы. Сегодня на практике ребята, командный состав, будущие сержанты отрабатывают вопросы инженерной подготовки, действий стрелкового подразделения в наступательном бою при штурме укрепленных полос или укрепленных районов. Тема для занятий выбрана не случайно. Больше всего потерь Красная Армия понесла в 1944-45 годах при освобождении Польши, и именно во время штурма укрепрайонов. Как вести себя в строю и разворачиваться в цепь для наступления? Каким должно быть расстояние между бойцами, чтобы с одной стороны не стать легкой мишенью, а с другой не потерять чувство локтя в атаке и слышать командира? Что предпринять, если впереди полоса заграждений? Такие тренировки позволяют почувствовать боевые условия и идут параллельно с экскурсом в военную историю. Все свои навыки ребята продемонстрируют 6, 7 и 8 мая как в Кубинке, так и в Одинцово. Именно этот раздел будет проводиться здесь, в тех местах, где проходили тяжелые бои поздней осенью, зимой 1941-1942 годов. Ну а все остальные вопросы связаны с интерактивными площадками в виде строевых приемов с оружием, строевой подготовки с оружием, в виде элементов штыкового боя и соревнований по штыковому бою, в виде обучения личного состава огневых расчетов, то есть артиллеристов и минометчиков. Кроме того, будет еще целый ряд пакета культурных мероприятий, которые мы попытаемся передать и в Одинцово, и у себя здесь, на Кубинке, откуда мы сами. Что касается культурной части программы, то к ней, например, можно отнести площадку, посвященную танцам военных лет. Ее подготовкой в Кубинке сейчас занимаются не менее активно. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.